Сегодня мы поговорим немножко про 18-ю страницу трактата Моед Катан. И здесь обсуждается конец нашей Мишны. Вот Мишна, с которой все началось в нашем перике. Это кто может стричься в Холомоед. А дальше обсуждается заодно, кто может стирать в Холомоед. И здесь законы довольно сложные. В основном стирать в Холомоед нельзя. Кроме того, что это работа и тирха. Но это еще и вдобавок по той же причине, что и стрижка, чтобы люди не оставляли специально всю стирку на Холомоед. И не приходили потом в начале, в первые дни Ёмтова. Не были все в грязном. Так вот, в основном стирать почти ничего нельзя. И некоторым людям разрешили стирать. Подобно тому, как некоторым людям разрешили стричься. Как мы обсуждали в начале этого перика. А также есть некоторые виды одежды, которые разрешили стирать. Сегодня, например, это может относиться к одежде очень маленьких детей в каких-то ситуациях. Или, может быть, в каких случаях нижнего белья. Или там полотенца, допустим. Особенно вот в миквах. Знаете, мужские миквы. Там в Америке, во всяком случае, каждому дают свое полотенце. То есть не свое приносишь, а дают в микве. Просто невозможно столько иметь полотенец, чтобы на все праздники, на 9 дней, например, от начала сукота до конца шминиоцерит всем хватило. Поэтому стирают, холомоют полотенце. Но вообще, если стираешь белье, холомоют то, что разрешается стирать, то невозможно заодно подкинуть и остальное. Хотя делает все стиральная машина. Но все равно нельзя стирать заодно то, что запрещается. И здесь интересная очень агада, которая приводится. Наверное, многие слышали, что нельзя разбрасывать ногти. Тут когда описывается о том, что какой-то раввин в Бет-Медраше ногти разбросал после стрижки. И спрашивают, разве так можно? Это же опасно, чтобы бояться, что если женщина пройдет над ногтями, то как-то это может привести к тому, что если она беременна, у нее будет выкидыш. Может из-за каких-то духовных причин, а может быть просто из-за того, что сами ногти будут противны или еще из-за чего-то. В всяком случае, разбрасывать ногти нельзя. Так говорится, потому что он был в Бет-Медраше, туда женщины не заходят, поэтому можно. В всяком случае, этот закон, как известно, что мы стараемся, когда стрижем ногти, чтобы они не разбрасывались, и потом их уничтожаем. Сегодня можно их просто скинуть в туалет и спустить в воду. Когда-то их хоронили или сжигали. Сегодня они думают, что много людей так делают. И еще была определенная мягкость стирать у них белье из льна. Льон, наверное, быстрее пачкался, или во всяком случае его не так хорошо отстирать. А стирать его не так легко, поэтому разрешали при каких-то обстоятельствах. Но у нас льмайсы обычай не стирать никакое обычное белье, и включая даже льное. Следующая Мишна обсуждает, что можно писать в холомоед. Здесь тоже целый ряд вещей разрешили писать, а в конце нашей страницы внизу Мишна пишет те вещи, которые не разрешили писать. Но сводится это все к общей идее, что то, что связано как-то с товаровед, с потерей финансовой, это обычно можно записывать. А тут упоминается в том числе то, что они называют Игерет Решут. Письмо, как вы приведете слово Решут? Добровольное письмо, просто письмо другу. Или имеется в виду, Решут иногда не называли то, что связано как-то с бейдин, с какими-то судебными производствами. За счет этого есть диспут здесь, что такое Игерет Решут. Иерусалис Котамуди говорит, Тософот. Имеется в виду просто шалом, так сказать. Если с миром пишешь письмо другому, казалось бы, это не разрешить холомоед, потому что это же не товаровед. И тем не менее разрешили дружное письмо другу написать холомоед. Но тем не менее есть другое объяснение, что это какие-то циву и гашалтон, когда государство, правительство что-то заставляет. Что это, как знаете, в Хапирке. А вот говорится, Аль-Ти-Тва-Дали-Решут. Решут это правительство. То есть какие-то правительственные бумаги. Вот. Но вот на практике у нас обычай, что можно теоретически писать письма друзьям, но нужно как-то изменить немножко. Обычно пишут строчку необычным образом, первую хотя бы криво как-то, или еще варианты. Вот. Тем более, что у нас же наше писание, оно не такое профессиональное. Мы уже говорили, что какие-то законы холомоеда сранье между массой умом и действия профессионала или дилетанта. Например, в шитье, как мы уже обсуждали. Так вот, в отношении письма тоже есть как бы письмо профессиональное. Такие вещи, как сэфертуру, например, писать. Это все нельзя в холомоед. А с другой стороны, писать просто письмо обычным почерком, на другом языке, или даже на иврите, но то, как мы пишем письменным образом, не красивыми печатными буквами ктава шури, сирийское письмо, а просто обычным почерком, как мы пишем, так это все считается не очень профессиональным, поэтому большая причина разрешить. Тем более, всякие там компьютерные виды письма, на телефоне, например, послать сообщение кому-то, это вообще не проблема в холомоед. Это не суббота, чтобы это запретить. В субботу, конечно, это все нельзя, и в Йомтов, а в холомоед это все гораздо мягче. Поэтому все, что эти, ин бомомаш, так сказать, это не мама с чернилами на бумаге, а это просто электронные какие-то буквы, которые содержатся в памяти, это вообще не проблема в холомоед. И вот заодно, кстати, из последней мишны мы увидим на следующем уроке немножко обсуждения, из того, что там обсуждается, когда можно написать филин для себя. Такое впечатление, что значит, в холомоед тоже можно надевать филин. Есть решения, которые отсюда и доказывают, что на самом деле в холомоед следует надевать филин. Сегодня у нас обычаи почти у всех евреев не надевают филин в холомоед. Сефардим не надевают филин в холомоед, то, что так по Кабале, по Зогару. И говорит Рабь Иосиф Карл, что когда-то сефардские евреи надевали этот филин в холомоед, но когда нашли в Зогаре, что это запрещено, то перестали. И также хасиды, конечно, приняли тоже каббалистические идеи. И даже среди ашкеназими и хасидов тоже. В земле Израиля никто не надевает филин. А вне земли Израиля многие нехасидские и ашкеназские евреи следуют виленскому гаону, который тоже был против того, что надевали филин в холомоед. Он считал, что все места, откуда выглядит, что они надевали филин в холомоед, это все по мнениям, по которым и в субботу, и в емтов тоже следует надевать филин. Ведь есть такое мнение Раби Игуда и Раби Мейра, что и в емтов, и в субботу тоже филин надевают. Поэтому, соответственно И в холомоид не хуже, чем в субботу Но так как у нас, халаха, что в субботу Это не азман тфилин То тогда и холомоид считается как праздник Как емтов и тфилин не надевает И на этом мы сегодня закончим Если вам нравится это видео, пожалуйста, жмите лайк